Шалам! Хилель в Пиркиавод, в изучении отцов, говорит следующее. Если не я для себя, то кто для меня? Но если я только для себя, то что я? Если не сейчас, то когда? Другими словами, от меня зависит улучшение себя. Если я не возьму за себя, если у меня не будет стремление продвигаться, то никто за меня не сможет это сделать. Но если это все будет ограничено тем, что я заботюсь только о себе, тогда что я? Если не сейчас, то когда? Давайте выясним для себя, почему от нас ожидается, что мы должны постоянно стараться быть лучше. И также, чем измеряется то, что человек становится лучше. Мы постараемся это увидеть в теории и в практике. В Хазаныш дают определение, что как мы видим, что человек великий человек. Это зависит от его знания, от его известности, от его духовного роста. Он дает очень простое определение, насколько этот человек помогает другим. Чем больше он этим занимается, чем больше у него это получается, и он постоянно использует свой потенциал в этом направлении, тем выше он находится. В какой источник этому? Сказано в Талмуде, это трактация 14а, что мы учим от Гошема, от Творца, как он делает хесед, как он делает добрые дела. Сказано, что Тора начинается и кончается с хесед, с добрых дел, которые Творец делает для нас. Начинается с того, что он делает одежду для Адама и Хавы, для первого человека. И дальше он приходит к Аврааму на Бекур Холим. Он посещает того, он навещает больного после Авраама, когда в 99-летнем он делает бритмилу обрезания. Также он навещает Авраама, когда он теряет цару, он в трауре, чтобы утешить его. Далее он, в конце концов, он хоронит Мошерабейну. Тем кончается Тора, что он хоронит Моисея. Говорится в Талмуде, что если ты хочешь быть как Творец, и это ожидается от нас, в лехтых абадерах ты должен идти по его пути. Что значит, Талмуд спрашивает, как можно подобиться Творцу, как это возможно? Говорит Талмуд, отвечает, что ты видишь, как Творец поступает, Тора описывает это нам, поэтому от нас ожидается то же самое. Он мальбишермим, он дает одежду другим, он заботится о нас, он с нами, когда нам тяжело, и даже после смерти он делает хесед, он делает доброе с нами. В другом месте, в Талмуде, в Сука Мемтеса Матбейс, 49b, там говорится другое. Говорится, ты мой Творец, и я буду подобраться тебе, буду имитировать тебя, и буду похож на тебя. И там сказано, что как это возможно? Ашем он ханун варахум, он милосерден, он ханун, он делает добрые дела, даже если мы не заслуживаем этого. Также человек, он должен оставаться, что у него были эти качества, как у Творца. Иллиль говорит нам, что если ты только заботишься о себе, то что ты? В одной очень известной фирме в Америке искали нового адвоката. И чтобы было очень большое желание, было 400 человек, которые хотели получить эту очень престижную должность. И один из вопросов, им задали такой вопрос. Представьте себе, что ты находишься в машине, двухместная спортивная машина. Ты едешь на улице, гром, дождь, очень холодно. И ты проезжаешь около остановки. Там издалека ты видишь, что там стоит три человека. Один это, ты видишь, что это твой лучший друг. Один из твоих лучших друзей, который недавно спас твою жизнь. Ты очень благодарен за это, конечно. Второй человек там, это девушка, которая ты видишь, что это твой дух. Это, если ты не познакомишься с ней, тогда неизвестно вообще, женишь ли ты когда-то или нет. Ты видишь, что она суждена для тебя. И третий, это старенькая бабушка, которая дрожит. Она прямо уже в приступе. Если сейчас ее нет вести в больницу, то ее не станет. И вот теперь спрашивают этих молодых адвокатов, как вы бы поступили, что вы бы сделали на этом месте. Машина, два места, ты сидишь в машине, ты приезжаешь там. Вот тебе сейчас нужно выбрать кто. Давайте подумаем. Некоторые скажут, ну, как бы, если ты не позаботишься о себе, да, ты как бы, ну, тебе нужно жениться, тебе нужно предлагаться. Ты нужно познакомиться с этой девушкой, ее нужно брать. И скажут, девушка, девушка, но где твоя благодарность, да, ты обязан этому человеку твою жизнь, ты должен взять его. Другие скажут, о чем речь, пику ахнефеш, нужно спасать жизнь бабушки. Как бы, девушку придется как-то познакомиться по-другому с ней. И другой человек, твой друг, он останется в живых. Бабушку нужно спасать. Только один из кандидатов дал правильный ответ. Каждый из нас может подумать, что бы он сделал сейчас. Правильный ответ, это нужно остановиться, выйти из машины. Посадить своего друга за руль. И он отвезет быстро эту бабушку в больницу. А самому остаться и познакомиться с этой девушкой. Почему 399 человек, образованных людей, они не ответили правильно? Потому что они думали сначала только о себе. Я в машине. Я никуда не двигаюсь. Я не сдвинусь. Это как бы, это ясно. Они не привыкли, что нужно думать немножко out of the box. Нужно, как бы, посмотреть на эту картинку по-другому. Но об этом говорит Паркиавота. Гель говорит, что если я только для себя, мы они. Мы должны начать смотреть на вещи по-другому. Почему же в Талмуде говорится, что, с одной стороны, мы учим, что в лехтах абадерах ты должен идти по пути Творца. Мы должны помогать другим. Мы должны навещать их. Нужно принимать какие-то действия. В другом месте говорится о чувствах, о качествах, что ты должен быть милосердным. Ты должен быть прощать людям. И здесь очень важно, что когда человек, есть два разных типа людей. Некоторые люди, они сочувствуют. Но они считают, что у них нет возможности активно как-то помогать людям. Есть другие люди, которые, наоборот, они очень активные члены общества. Они занимают, действительно, какие-то позиции, где они могут сделать много. Но со временем они становятся черствыми. У них это становится уже рутиной. Они не чувствуют, они сочувствуют людям. Говорится здесь, что нужно делать и то, и другое. У каждого есть какие-то возможности. Ты должен действовать и ты должен смотреть, чтобы твои чувства не притупились. Я помню, как в прошлом году я был Рабхайем Каневским с моим раввином. И мой раб, он рассказывал ему о своем ученике, который потерял свою жену. И когда вся эта ситуация показала, насколько там было много сочувствия. У Рабхайем Каневского нашли много лет назад таблетки снотворные. Спросили, какое снотворное? Те пару часов, в которые он спит, неужели нужно снотворное? И Рабхайем Каневский, его жена ответила, что, как вы можете не понять, когда проходит через эту комнату, проходит так много страданий. Люди постоянно приходят и рассказывают о всех своих проблемах, всех своих несчастьях. Неужели после этого можно заснуть? Это Рабхайем Каневский, который сидит уже десятилетиями и постоянно, он дает около полдня, приходят к нему люди и рассказывают, и делятся со всеми своими проблемами. И до сих пор, когда ты видишь его лицо, ты видишь его глаза, насколько он сочувствует с каждым человеком. Значит, у нас есть две стороны, мы должны уподобиться Творцу активно в наших действиях, как Хошем, он постоянно помогает нам и он постоянно следит за тем, чтобы у нас все было. И также вот это вот сочувствие, вот эти вот эмоционально, чтобы было действительно, оно у нас активно показать и смотреть, чтобы ты не отчувствел. Сегодня мы хотим поделиться конкретными примерами, где можем начать видеть других людей и делать вот этот хэсэд, эти добрые дела, которые настолько простые, настолько элементарные, что мы, каждый, каждый, каждый из нас это может сделать. Осказывают, что около 30 лет назад один еврей в Лондоне, он долгое время, у него был большой кризис в его бизнесе, и, в конце концов, у него получается сделать очень успешную сделку. Он выходит из этой встречи с чемоданчиком, в котором находится 50 тысяч фунтов стерлингов. Это поможет ему спасти его семью из всех этих долгов, которые накопили за многие годы. И когда он подходит в гараже к своей машине, он в шоке смотрит, что его окружили три здоровенных, темнокожих человека. И один из них, видно, что он главарь, он обращается к нему хладнокровно, говорит, что оставить портфельчик на земле и отдалиться. Он видит, что они вооружены, и они выглядят очень-очень опасно, как бы они полушатаются. Видно, что им нужно быстро получить какую-то наличку. И он из полуотчаяния, он обращается к этому главарю и говорит, что словами «Смотри, я вижу в тебе особенные качества. Ты, у тебя качество лидера, и ты наверняка хороший человек. Зачем ты хочешь забрать деньги, которым я хочу накормить свою семью? Я говорю, неужели это не подходит тебе с такими хорошими качествами, которыми я в тебе вижу, чтобы ты такое делал? На что этот главарь, этот бандит, он полностью пал в недоумение, он такой замешался. И так он ему вырван, говорит, что мне нужно купить какие-то напитки, какой-то алкоголь. Как бы мне нужно сейчас, как извинение к тому, что к своему поведению. На что этот бизнесмен, он вынул из кармана деньги, он сказал, сколько это стоит. Сколько стоит, что же тебе нужно? Он говорит, пять фунтов. Он дал ему десять фунтов бумажку и банкноту. И когда он это взял, случилось чудо. Он обратился к своим подопешным, сказал, что мы уходим. И они, как они появились внезапно, так они и исчезли внезапно. Наш верный еврейский бизнесмен, он как бы был в весе в холодном поту. И он еле-еле пришел в себя. После этого Илья добрался домой. И у него была огромная благодарность к Творцу, что это была опасность не только для его состояния материального, но и для его жизни. На следующий день, когда он возвращался из молитвы, из синагоги, и он подошел к своей машине, он с ужасом увидел, что тот бандит вчерашний, тот главарь этой маленькой банды, он стоит около его машины. Видно, что они до этого и даже следили за ним, они знали, где он находится, где он живет. И он уже как бы, ну, приготовился, что тот как бы передумал. И все-таки он хочет получить все эти деньги, которые он ему не забрал у него вчера. И вдруг он видит, что тот грабитель, он вынимает из кармана что-то и дает ему. И он видит, что это 5 фунтов. Говорит, что это? Он говорит, вчера ты мне дал 10, дай мне 10, это сдача. Говорит, тот кто, если вы первый человек, который сказали мне какие-то хорошие слова. С детства я никогда не слышал одно хорошее слово. Он сказал, что у меня есть хорошее качество. Он сказал, что у меня есть, я лидер. Таким людям я не собираюсь забрать никакие деньги. Он дал ему сдачу эти 5 фунтов и ушел. Видно, что хорошие слова на какой-то комплимент, какие-то искренние, что-то, какое-то позитивное, какое-то замечание. Что-то человеку сказать, ты его знаешь, ты его не знаешь, это может изменить его направление в жизни. Это множество историй, где люди получали какой-то позитивный фидбэк, какие-то хорошие слова. Это меняло их решения, меняло их взгляд на жизнь. Это каждый из нас может сделать. Это не зависит от нашего финансового положения. Это мы постоянно находимся вокруг людей, которым нужны хорошие слова. Им нужно это внимание. И как более практичный пример этому, в один из магазинчиков зашел молодой парень, не попросил использовать телефон, который там находился. Продавец сказал, что нет проблем. И этот молодой парень, мальчик, он вынул маленькую блокнотик, и он начал набирать номера. И каждый раз, когда он набирал номер, он спрашивал, нужен ли вашей семье, для вашего дома садовщик, который будет ухаживать за вашим садом, за вашими деревьями, за вашим газоном. И каждый раз ему отвечали, что нет, спасибо, у нас есть. Он старался их уговорить, он старался сказать, что он делает особенно хорошую цену для них. Но они вообще нет. У нас очень хороший есть уже садовник, он делает прекрасную работу. И так каждый раз кончался телефон, что ему объясняли, что у них уже есть, кто занимается их деревьями, их садом. И поэтому, так как он выполняет все это очень хорошо, им не нужно замену. И когда он уже кончил звонить по всем этим номерам, то продавец магазина, он с сожалением посмотрел на него и сказал, что не беспокойся, ты еще такой молодой, ты такой начинаешь. Ты наверняка найдешь много клиентов, которые захотят, чтобы ты у них был, работал. На что молодой паинт ему ответил, что на самом деле это у него есть много клиентов. И как раз он им сейчас звонил. Но он говорит, что я хотел удостовериться, что я действительно делаю что-то хорошо. Потому что, так когда на работе, я никогда не слышу у них ни одного хорошего слова. Никогда не отмечают, что действительно они довольны моей работой. Поэтому я хотел удостовериться только этим способом, когда я предлагаю какую-то, как будто бы это конкуренция. Тогда я могу услышать, действительно довольны ли они тем, что я делаю. И тоже здесь это настолько просто, настолько мы иногда жадны в этом смысле, что мы не можем как-то похвалить кого-то за то, что они делают за это. Это зависит также нашей семье. Настолько важно именно очень красочно выражать наше чувство, наша благодарность. И это помогает человеку продолжать делать то, что он делает, с новой мотивацией. Спасибо, счастливо.